добрый день дорогие друзья меня зовут оля добро пожаловать на мой канал сегодня мы с вами будем делать веточки мимозы очень люблю саму мимозу и очень люблю как она смотрится в весенних работах и теперь давайте начинать делаю я из шариков пенопласта покупала их в магазине для творчества вот в таком пакете не продаются и я нашла только светло-светло-желтого цвета но мне даже это больше нравится отрезаю кусочек тоненькой проволоки у меня это бисерная проволока можно использовать любую другую но главное тоненькую и пересыпала пенопластовые шарики в тарелочку для удобства наношу горячий клей на проволоку где-то около 3 4 5 сантиметров и опускаю в пенопластовые шарики и пока клей еще не засох формируем веточку и приклеиваю тем самым шарики пенопласта к проволоке все как следует прижала чтобы шарики не отпадали в работе и затем тейпирую проволоку тейп ленты здесь очень удобно им пользоваться именно тейп ленты потому как бумага будет немножечко уплотнять и будет казаться потом уже в самой веточки довольно такие толстоватые стебельки и я заготовила уже заранее большое количество таких небольших веточек для надежности я еще фиксирую лаком для волос просто вспрыскиваю и прохожусь лаком теперь листья использую оливковый цвет мне на самом деле не очень нравится в весенних работах этот цвет более люблю насыщенный цвет и зеленого оттенка беру отрезы бумаги 4 на 6 сантиметров разрезаю пополам переворачиваю прожилками вверх вклеиваю проволоку и вырезаю форму листика затем начиная с низ с нижнего края листика нарезаю на тонкие тонкие полоски на конечно реалистичность не претендую но хочется чтобы было максимально похоже на живую мимозу все эти тоненькие наши стебелечки слегка подкручиваем и теперь собираю соцветия я беру где-то две три где четыре даже брала наши такие мимозочки скручивала между собой добавляла по листику и опять тейпировала тейп ленты и так делаю со всеми со всеми нашими маленькими заготовочками и перехожу теперь к сборке самого самой веточки беру проволоку это обычная флористическая проволока на нашу обматываю немного тейп лентой и добавляю одну мимозу и листик и потом тейпирую саму ножку и спускаюсь потихоньку потихоньку добавляя по соцветиям между соцветиями оставляла промежутки где-то в полтора два где-то два с половиной сантиметра и таким образом собираю всю веточку и для своих пасхальных или весенних работы я добавляю саму мимозу без листиков просто собираю в несколько соцветий и тоже очень мило и красиво смотрится в работах затем немножечко расправляю отгибаю листики отгибаю к низу в общем формирую веточку и тем самым моя работа готова и если вам понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропускать новые видео всем пока пока до новых встреч